Здравствуйте, дорогие друзья! Мне в очередной раз очень приятно приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Как всегда, в это время информационный блог от Славянской Церкви Адвентистов 7 дня здесь, в городе Сакраменто. Мне очень приятно приветствовать всех членов нашей Церкви, а также тех, кто следит за жизнью и служением нашей общины. Как всегда, начинаю с информации о субботе, которая нас ждет впереди. В эту субботу у нас снова гости. Слава Богу, что мы можем приветствовать и принимать новых людей, которые приносят нам особенную весть от Господа, для того, чтобы мы могли развиваться, духовно расти, укрепляться, и чтобы весть Евангелия распространялась еще шире. В этот раз у нас в гостях будет Петр Котлеров. Это преподаватель истории в нашем университете в Буче. Тема его проповеди «Почему нас так тянет в Египет?» Молите за его служение. Я уверен, что это будет большим благословением для всех тех, кто будет слушать эту проповедь и у нас в Церкви, или в записи в будущем. На следующие выходные, с четверга по воскресенье, у нас будет зимний подростковый кабин. То есть мы приглашаем подростков возрастом 13-14 лет, вернее 13-15 лет. Ну, по большому счету, с многими из родителей мы уже по этому поводу говорили, они уже написали свой ответ, чьи дети будут ехать, чьи дети не будут ехать. Но если по какой-то причине вы не слышали об этом, у вас есть шанс еще зарегистрироваться на эту встречу до этой субботы. Суббота включительно. То есть, если вы хотите, чтобы ваш ребенок поехал на эту встречу, пожалуйста, позвоните мне, мой номер телефона я сейчас здесь поставлю, и все вопросы, которые у вас будут, я дам на них ответы. Так что будем рады видеть ваших детей вместе с нами на этой встрече. Также напоминаю, что семья Натальи и Максима Бойких приглашает всех тех, кто сравнительно недавно оказался в церкви 1 часа 7 дня и хотел бы глубже изучать Священное Писание. У кого есть вопросы, мы всех вас приглашаем на домашнюю церковь, которая проходит по вторникам. Начало в 7 часов вечера. Адрес вы опять-таки увидите здесь. В прошлый вторник была первая встреча, и я вам скажу, что это было очень интересно, очень увлекательно, ну, в крайнем случае для меня. Так что я очень надеюсь, что и эти встречи будут большим благословением. Также хочу напомнить, что по вторникам тоже проходят наши молодежные Bible Study изучения Библии. Прошу, не пропускайте эти встречи тоже. Если вы молодежь, то обязательно попросите, чтобы вас добавили в молодежный чат, если вас там еще нет. Там есть вся информация, где проходят эти молодежные библейские встречи. Так что будем рады видеть вас на всех наших домашних церквях. Еще одно объявление. Начиная с 28 января у нас будут проходить курсы по подготовке ко крещению. Напомню, с 28 января. Курсы будут проходить каждую неделю по субботам. Начало в 9 часов утра. Здесь, в офисе, я с радостью буду встречаться со всеми теми, кто хочет получше узнать принципы нашей церкви, или же подготовиться к тому, чтобы заключить завет с Господом. Я приглашаю всех, кого Дух Святой побуждает сделать такой шаг веры в вашей жизни. Мне будет очень приятно провести с вами эти встречи. Еще несколько объявлений. Нужна помощь молодой семье. Мы познакомились с ними как раз на этой домашней церкви, которая была прошлый вторник. Это мама, папа и ребенок, который у них есть, мальчик. И не спросил, сколько лет, но так, по мне, где-то 6-7 лет, наверное, где-то так. Может, чуть помоложе. Могу ошибиться. Они буквально несколько недель, как приехали сюда, в Соединенные Штаты Америки, нету здесь родственников, нету родных и близких, есть друзья, которые помогали им перебраться сюда. Они сняли уже жилье, апартменты, но это голые апартменты. Нужно все, друзья. От посуды, каких-то бытовых вещей до матрасов, кроватей, стульев, столов. То есть, если чем-то вы можете помочь, у вас есть что-то лишнее или вы готовы купить для них, пожалуйста, обращайтесь по номеру телефона, который вы сейчас увидите на экране. Мужчину, к которому вы дозвонитесь, это Юра, это их друг, который, член нашей церкви, который хорошо разбирается на местности, так что, если надо будет что-то забрать, чтобы перевезти им, он это все организует. Будем очень благодарны вам за вашу помощь и ваше участие. И есть вот другого характера объявления. Отдают бесплатно стиральную машинку и сушку. Если вы нуждаетесь в такой бытовой технике, то, пожалуйста, звоните по номеру телефона, опять-таки, который вы сейчас увидите. Вы позвоните Коле Зотову, и он даст вам ответ на все ваши вопросы. Будем рады, если это будет кому-то полезно. Перехожу к молитвенному блоку. Я прошу, чтобы вы и дальше молились за нашу сестру Ольгу Козаренко, за нашу сестру Милу Полыга, за Валю Жигайло. Разговаривал сегодня с Александром Концемалом, что-то он тоже немножко приболел. Ну и, честно, в этот период всяких гриппов тоже сталкиваются с тем, что люди болеют. Поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Бог охранял здоровье и поддерживал каждого. Конечно же, мы не перестаем молиться за Украину, за прекращение войны, за то, чтобы это горе несчастья уже закончилось. Поэтому, пожалуйста, каждый раз вспоминайте в ваших молитвах Украину, людей, которые там живут, чтобы эта беда прекратилась. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это 14-й Псалом с 1 по 3 стихи. И тут написано. Дай Бог, чтобы искренне мы могли быть такими людьми. Божьих вам благословений, дорогие друзья. До встречи уже в эту субботу. Тут у нас в Доме молитвы или же в прямом эфире. Всего вам наилучшего.